Даже в самом суровом взрослом здесь просыпается ребенок. Вокруг детского сада уже появились игровые комплексы, песочницы и веранды. Есть специальные элементы для физического развития и логического мышления. Зеленый газон и деревья, которые пока еще небольшие, но скоро будут подрастать вместе с воспитанниками. У нас на территории огромное количество детских сооружений, которые как для развлечений, так и для воспитания. Мы говорим о том, что наши дети будут развиваться, и это учреждение будет полностью работать на развитие нашего маленького населения этого района. Комплекс, который по масштабам сравним с пятью детскими садами, уже радует глаз. Приятная цветовая гамма фасадов. На входе гостей встречают главные символы Нового года. Внутри уже ощущается уют, постельные тона, деревянная мебель, просторное светло. Все продумано до мелочей, чтобы малышам было комфортно играть. Есть теплый пол, мебель регулируется индивидуально в зависимости от роста ребенка. В каждой группе есть буфетные. Оснащению позавидует любая хозяйка. Оборудование самое современное, даже посудомоечные машины есть. В столовой, которая похожа скорее на современный пищевой комбинат, уже готовы к работе все приборы. В прачечной тоже все готово. Продуманы здесь и вопросы безопасности. Смонтирована пожарная система оповещения. Все это сумели сделать за 7 месяцев. Мы такой большой командой поставили перед собой задачу. И буквально с октября, вот говорили до 15 декабря, но сегодня у нас 13. Мы говорим о том, что мы уже получили и ЗОС, это соответствие проекту. И готовимся к тому, чтобы получить лицензию на вид деятельности. Оперативное или быстрое строительство, оно не вредило качеству, потому что технологии соблюдали. Вы помните, я несколько раз говорил, что дожди идут, ничего страшного, ставьте козлы, ставьте пушки, обогревайте. Это первое. Второе, вы если помните, мы тепло подключили еще до начала топительного сезона. И это сделали исключительно для того, чтобы действительно все технологии были соблюдены. Было непросто. Сейчас уже с улыбкой Анатолий Пахомов вспоминает, сколько сил и энергии пришлось потратить на нерадивых подрядчиков. Сколько времени пришлось провести на объекте, чтобы оптимизировать работу. Были задействованы все. Мы набрали персонал, хотя мы еще не укомплектовали до конца. Мы приглашаем всех наших жителей, у которых есть образование. Нам нужны воспитатели, нам нужны спортивные руководители, музыкальные руководители. Нам нужны младший обслуживающий персонал, нам нужны инженеры, потому что это большой комплекс, который необходимо сегодня обслуживать. Сейчас, помимо завершающей уборки, идет активный поиск сотрудников. Здесь будет 18 групп от малышей в яслях и до уже совсем больших мальчиков и девочек, собирающихся пойти в школу. В ближайшие дни в детский сад номер 127 завезут посуду и текстиль. Объект будет готов. Правда, прежде чем в этих стенах зазвучат детские голоса, сюда приедут проверяющие. После тщательного обследования комплекс получит свой главный документ – лицензию. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.